Кино под открытым небом. Именно в таком демократичном формате проходила в прошлом году фестивальная ночь короткого метра. Большие экраны, свежий воздух и возможность лицезреть картины, сидя прямо на газоне, в авто или культурно расположившись на стульях. Вот и вчера чтенскому зрителю обещали очередную порцию доступного кино. Но не сбылось. Из-за сильного ветра просмотр пришлось перенести в помещение. При этом входной билет в зрительный зал Мегаполис Спорта стоил 300 рублей. Деньги, конечно, небольшие. Особенно для двух часов видео, анонсированного как лучшие короткометражные фильмы кинофестиваля в Норвегии. Скорее всего, так оно и есть в понимании именитых китокритиков. Однако многих чтенских зрителей, норвежские амазонки, божественная Меган или срыв, фильмы о характерах, детской дружбе и человеческих отношениях почему-то не впечатлили. Вообще ничего не понимаю. Вот последний фильм еще более-менее была интрижка, но чуть-чуть хотя бы сюжет был. Те два вообще не пойму о чем. Мне не понравилось. Такое чувство, что все фильмы один человек делает. Все одинаковые. Сложно не понять. Конечно, нужно и обязательно смотреть эти фильмы. Интересоваться этим. Но, к сожалению, это такая у нас в городе, что это все неинтересно. Вы какие-то фильмы смотрели? Нет, ни одного. Это кино нередко называют экспериментальным. Однако чтенский зритель эксперимент не особо оценил. Уже через час после начала показа ряды начали рядеть. А в Инстаграме стали появляться первые отзывы. Подборка фильмов оставляла желать лучшего. Содержание некоторых требовало возрастного ограничения не менее 18+. Очень нудно и затянуто. Не спорю, что пара представленных работ была на уровне, но это все. Честно, жалко потраченных денег и времени. К слову, и приезжие звезды Елена Бирюкова и Наталья Селиверстова провели в зале всего несколько минут. Сделав несколько снимков с поклонниками, они удалились. Вспышки, особенно эмоционально, рядовой чтенский зритель в этот вечер так и не дождался. Не показали, к сожалению, работу местного режиссера Никиты Ивакина, репродукция, которая была признана лучшей в конкурсе фестивальных короткометражек. Однако авторы надеются, что их девятиминутный фильм с мистическим и одновременно трагическим сюжетом еще покажут на большом экране. Мария Машанова, Анна Кулигина, ЗАПТ-ТВ.